Восполнить недостаток энергии – это сейчас одна из самых злободневных тем. До такой степени, что даже в медицине появился специальный диагноз, который называется синдром хронической усталости. Мы сплошь и рядом видим, как люди, ну, что ли, выбиваются из сил. С утра есть работоспособность, после обеда человек выдыхается настолько, что уже не может даже голову поднять, ему хочется лечь, лежать, и уже ничего не делать. Да, это удел нашей безбожной цивилизации. Ведь если человек не общается с источником энергии, с Богом, с источником своих жизненных сил, ну, тогда он их утрачивает. Человек – это батарейка. Человек не может жить и полноценно функционировать в автономном режиме. Ему это не дано. Вот того потенциала, с которым мы рождаемся, душевно-телесного, его ведь хватает на какое-то время. Даже ведь вот то, что мы неизбежно умираем, что наш телесный потенциал иссякает когда-то до такой степени, что его уносят на кладбище лет через 70-80 после рождения, а то и раньше, уже должно заставить нас задуматься о нашей неавтономности, о нашей зависимости от каких-то внешних факторов. Так вот, это зависимость от Бога. Душевный потенциал, он точно так же растрачивается, как и телесный. Но при этом, если наше тело после какого-то возраста начинает неуклонно увядать, то душа человеческая, она предназначена для того, чтобы неуклонно, постоянно, всегда, бесконечно развиваться. Собирать, собирать, приумножать, приумножать свой душевный потенциал и устремляться прямо к Богу, к совершенству, к полноте жизни. Так вот, это возможно только, когда мы общаемся с ним самим, с Богом. Если человек находится в молитвенном и таинственном, имеется в виду церковные таинства, о общении с Богом, то тогда ему не придется жаловаться на упадок сил, на отсутствие работоспособности, на синдром хронической усталости. Наоборот, у человека его способности и возможности будут только увеличиваться. Он сможет делать то, на что он раньше, лет пять назад, даже не был способен. Мы знаем, какую длительную работоспособность и активность сохраняли наши православные предки. Они до самой смерти трудились, они не знали, что такое дожить до пенсии и успокоиться, и уже не работать больше, и только отдыхать, ну, наконец-то. Даже в мыслях такого не было. Потому что есть такая заповедь, что жизнь грешного человека — это труд и болезнь. Труд и болезнь — это то, чем мы спасаемся. Мы спасаемся трудом и нашими болезнями, которые мы терпеливо, благодушно переносим. Болезнь — это особый разговор. А вот труд — это то, что мы должны в себе взращивать. Наше трудолюбие, наша трудоспособность, радость от результатов собственного труда. Это все должно в нас приумножаться. Но если мы предоставлены сами себе и живем отключены от общей сети, как какой-то аккумулятор, то мы неизбежно этот потенциал отстратим, и нам неоткуда будет его взять. Мы не подключены к общей сети. А общая сеть для всех людей — это Бог. Если мы общаемся с Богом, то мы всегда в духе, а значит, мы всегда работоспособны и активны, и жизнерадостны.